Потенциально значительным шагом вперед назвали в Белом доме достигнутые в Минске договоренности. Вместе с тем, как заявил Вашингтон, показателем эффективности минских соглашений станет прекращение военных действий и восстановление контроля Украины над границей с Россией. Примерно в таком же духе итоги встречи прокомментировали лидеры Евросоюза, которые из столицы Беларуси уже вернулись в Брюссель на саммит глав стран ЕС. Подробнее в репортаже корреспондента РТВ в Европе Яны Карповой. Долгая Минская ночь плавно перетекла в Брюссельскую. После переговоров нормандской четверки главы Германии и Франции отправились в столицу Бельгии на первый в этом году саммит лидеров ЕС. С ними и Петр Порошенко, которого не без радости приветствуют его европейские коллеги. Бессонная ночь в Минске заставила политиков начать с трехчасовым опозданием. Перед началом саммита Франсуа Алан поделился своими впечатлениями от подписанной декларации. Оглашение не является гарантией долгосрочного успеха. Нам предстоит следить за его выполнением и оказывать давление, убеждать в необходимости тех действий, о которых мы договорились при нашем с госпожой канцлером посредничестве. Не испытывает иллюзий по поводу минских договоренностей и глава Германии. Она полагает, что впереди еще очень много работы. Еще раз я хочу сказать, что это только проблеск надежды. Так или иначе мы пытаемся его использовать. Сейчас важно, чтобы за словами последовали действия. Те же европейские лидеры, которые наблюдали за минскими переговорами со стороны, говорили, что проверкой соглашений станет соблюдением режима прекращения огня. И зависит это от Москвы. На самом деле все в этом случае имеет отношение к европейской безопасности. Российская агрессия и бои на востоке Украины – угроза миру в Европе. Другие же не применули напомнить, что новые минские соглашения еще не означают потепление в отношениях между Москвой и ЕС. Если прекращение огня действительно произойдет, тогда это будет приветствоваться. Конкретные действия важнее, чем слова на бумаге. Но я думаю, важно понимать, что санкции не будут сняты, пока Владимир Путин не изменит своего поведения. Впрочем, вопрос о новых санкциях, которыми грозились еще на прошлой неделе, впервые за год не рассматривается, заявила глава европейской дипломатии Федерико Магерине. Главная тема – это практические меры по мониторингу и поддержке перемирия на Украине. Подписание Минской декларации, безусловно, вызвало вздох обличения у Европы. Но теперь осталось дождаться, какие предложения по поддержке, мониторингу и реализации этой декларации сформируют лидеры ЕС. А главное, согласятся ли на них Россия и сепаратисты. Яна Карпова, Сергей Финн, Европейское бюро РТВА.